Я расскажу тебе в стиле хип-хопа Как завождалось движение сока Лучшие парни из каждой страны Начали мериться тем, чем сильны Здесь ты покажешь, на что ты способен Здесь все увидят, чем ты так особен Что ты и где ты, не важно сегодня Главное, что ты добился на поле Надо заниматься, надо побеждать Нужно в обе добра, мы будем все кричать Надо забивать, надо побеждать Нужно в обе добра, мы будем все кричать Ох, какая красота! И снова Олег Китурагин В принципе, мы давно говорили о том, что Маза Футбик Или думали, должен быть об Авангарде А для этого нужно было выйти в Амалигу Одну из целей мы реализовали Вышли в Амалигу, в Маза Футбике Теперь есть команда Авангард ТВП Авангард ехал из Тирасполя Я договорю после атаки сейчас Авангард не едет Он мчит к тому, чтобы сравнять счет И гол забивает Авангард Тирасполя Авангард это душа первого Приднестровского То есть это наша корпоративная команда Через которую мы во многом реализуем себя Это во многом символ канала Символ его желания идти вперед, быть первым и побеждать Смотрим удар и гол Забивает Авангард и выходит вперед прямым ударом Футболисты в этом помогают Те, кто работают у нас, наши ребята И те, кто уже наши ребята, которые как легионеры пришли извне И тоже защищают честь первого Приднестровского У нас есть Андрей Балигарь У нас есть Александр Джемон Который теперь исполняет обязанности главного тренера Миша! У нас есть Михаил Абрашин У нас есть Саша Хадыкин Отличный футболист Был нашим капитаном Сейчас он добровольно закончил карьеру Пришел, я принял его отставку Было до слез Но он тоже наш человек Тоже будет продолжать оставаться в команде По поводу людей, которые причастны к Авангарду Вот мой заместитель на работе Сюзанна Авакян Она занимается сейчас фан-клубом И в принципе всем тем, чем нужно помочь с Авангардом Какие-то технические вопросы и так далее Это одно из наших достижений Что приходят люди, зачастую даже далекие Не связанные с футболом Влюбляются в этот футбол просто навсегда Артем Баркарь, Дмитрий Топор Одно время и Владик Гресь Тоже за нас пытался бегать на тренировках Да и я в принципе тоже Я же начинал с того, что я выходил Вообще даже в стартовом составе Мы понимаем свой уровень Теперь кто-то болеет, кто-то руководит Кто-то продолжает ходить на тренировки Я очень благодарен ребятам, которые продолжают ходить на тренировки А были люди, не футболисты Работающие на нашем канале Которые реально делали результат Артем Старовойтов, волейболист Был нашим вратарем И первый сезон он играл потрясающе Ну дальше, понятно, не его уровень То есть ему уже тяжело И много таких ребят Дима Топор, наш режиссер Он забил единственный Забил гол, не являясь футболистом Просто вот любитель И такое было Вот в том числе для чего существует авангард Зачем это нужно вам? Вот вы главный редактор ИТАК Первого Пренестровского Я уверен, что там Ну забот полон рот, как говорят И еще одно себе забот Ну это же удовольствие Это же футбол Просто футбол это главное хобби в жизни Я люблю футбол Я не представлял себе Что когда-нибудь получится так Что будет своя футбольная команда Которой можно будет побыть Руководителем, менеджером Понимать решения Тихонечко влиять на тренера И так далее И так далее Да, на футболистов Просто на многих из этих ребят Которые сейчас играют Здесь в авангарде Я смотрел с трибуны А на кого-то смотрел Даже восхищенный И сейчас они в вашей команде? Сейчас они играют в моей команде Да Но в этом тоже что-то есть Андрей Ткачук, конечно же В первую очередь Есть вот эта легендарная история Про его гол в Берлине Вы когда спросите Он скажет Да что, это все, что обо мне известно что ли? Конечно нет Он здорово играл Особенно за Нистру и за ТАК То есть если не считать Шерифа Эта команда была однозначно лучшей А тут, когда так все сложилось Что он оказался у нас И гордость, и приятность Привет Можешь рассказать нам? Виктор Юрьевич сказал Что у тебя в жизни Я понимаю, что у тебя много голов Но про какой-то особый Легендарный гол в Берлине Кубок UEFA играли с Герта Приехали, все красиво за день Гостиница, все Раздевалка, передыгровая тренировка Поляна там, бананы Молдаване приехали Мы поели хорошо Вначале потом пошли Там часик побегали Завтра игра Играем, мяч держим Нам 1-0 Мы опять мяч держим Все там атакуем Нам 2-0 Мы мяч держим Первый там 5-0 Да, и уже во втором там При счете 7-0 Я там забил гол И 8-1 И 8-1 закончили В ответные мы уже держались 0-0 Ну там как бы в ответные мы могли И выигрывать Там не повезло уже Чисто грубо говоря Мы это попробовали Поиграть на ихнем уровне Ну вот 8-1 как бы Весь уровень Все это как бы Легенда, какая легенда Здесь у нас в Молдавии Легенды вон В Италии играет Как бы есть легенды Которые там Которые закончили Гацкамп Как бы есть легенды Тут просто бендерский футболист Который где-то там поиграл По Молдавии там В Латвию съездил Есть какая-то магия в том Что большая часть ребят из Бендер? Ну это набор факторов То есть мы же подбираем Хороших ребят Это не значит Что все хорошие ребята в Бендерах Хороших ребят там мы обычно знаем Они с улицы С района из родного города Не все из Бендер Но 90% Да Никакого бендерского национализма Я смею заверить В команде нет А ведь авангард ТВ ПМР При этом формально-то представляет Тирасполь в Амалиге Много бендерских ребят Потому что практически все Они играли вместе Знают друг друга И вот эта химия Она сохраняется Кто-то мне даже говорит Что нам удалось сохранить Бендерский футбол Потому что в Бендерах нет футбола Футбол в Бендерах мертв Его убивали, добивали Помогали умирать Это одна из вообще Самых страшных болей для бендерчан Для спортивной части бендер То, что футбола в Бендерах Больше нет И то, что молдавские села Уже успели в Еврокубках поиграть А у Бендер при хорошем стадионе Этой роскоши нет вообще А при этом хорошие футболисты есть И вот они почти все сейчас в авангарде Это фантастика Вы сказали Еврокубок Какая цель? У авангарда? Да Первый будет первым! Сначала у нас был план Подниматься выше и выше Из третьей лиги во вторую Потом в первую Потом мы стали вице-чемпионами Приднестровья Дальше мы зашли в Амалигу Это уже сбылась наша мечта Я знаю, что они сами перед собой поставят Эти задачи В этом сезоне я задач не ставил Я понимаю все сложности Трудности вливания в сезон Там очень серьезный уровень конкуренции Там нет очень слабых команд в Амалиге А осенью мы поставим задачу А какой футболист выходит на поле Ради второго, третьего и так далее места Вы должны помнить только одно Второй Это лучший из проигравших Это было в раздевалке Какой-то американской команды по-моему по хоккею Да второй, да, хорошо и что Да, серебряную медаль повесил на шею Ты просто один из тех, кто проиграл Но чуть лучше из них Есть только первое место Каждая игра, наверное, самая важная Это на сегодняшний день, наверное, особенно Я уверен, что через полтора часа Я буду гордиться вами еще больше, чем раньше Есть предчувствие, что все будет хорошо И одна просьба Как бы игра не складывалась Бейтесь до конца Что бы ни происходило на поле И все получится Давайте Я всегда привык к тому, что Выходя на поле Ты выходишь победить Победи, только побеждать Нету такого у меня второе, третье Как оно сложится, это, конечно, уже другой вопрос А изначально выхожу на поле выиграть А расскажи, пожалуйста, кто такой Алексей? Что за человек? Спокойный в жизни На футбольном поле, конечно, все другое Я забываю обо всем И у меня только победа, победа, победа Но я не жесткий сам по себе футболист Не грубый Все в пределах правил, конечно Я люблю больше креативить На футбольном поле Созидать Чтобы кто-то забивал голы и тому подобное Раздавать голевые передачи Пытаюсь, по крайней мере, это делать Не всегда получается, конечно, но Как-то так Их тянет атмосфера, их тянет коллектив Это наслаждение футболом И потом Вот некоторые из них Я уверен, кто не профессиональный футболист Побыть рядом, постоять на одном поле Поперепасовываться И даже обыграть кого-то в тренировке Это же классно Вот взять и забить гол Артону Ковалю Классный вратарь Ну да, мы же его видели на большом поле Он же уровень Он же на ленточке просто бог А кто-то из наших ребят Вообще не футболистов Взял и положил ему Галешник Ему обидно, а нам приятно Ну нам из-за него тоже приятно Я очень хорошо по-человечески к Антону отношусь Он мне очень симпатичен Такой интроверт Мне почему-то не нравятся такие люди Немножко закрытый И все время внутри очень сильно переживающее происходящее Он даже знает все свои недостатки Все свои достоинства Он достоинство, он на ленточке абсолютно волшебное У него реакция великолепная Он это делает Он отбивает мячи как для пионерской правды Как один комментатор говорил известный Красота Сам анализирует свою игру Очень хороший человек Спасает и на ленточке Спасает и в жизни Потому что он врач Да, врач Врач-интерн Да, в четвертой поликлинике И что входит в твои обязанности как врача? Врача, осмотр пациентов, прием веду Назначаю лечение Больничный открываю Что тяжелее спасать? Ну, скорее, наверное, ворота Ворота тяжелее спасать Ну, там, мне кажется, больше ответственности Защищать ворота больше ответственности И защищать здоровье людей? Да, потому что там на футбольном поле непредсказуемо бывает все А так, что касается медицины Я там знаю определенный алгоритм Знаю, как правильно там себе вести Что назначаете Поэтому я не чувствую там такой большой ответственности Мне вот было шесть лет Я первый раз пошел на тренировку Потом через пару дней была вторая тренировка Но был сильный дождь, ливень был Холодная погода была Родители сказали, нет, ты сидишь дома Я обиделся на них, закрылся в комнате Ну, частный дом Я открыл окно, велосипед И уехал на тренировку Поэтому футбол у меня с детства Тех пор тебе велосипед не давали, да? Не давали, да Андрюха Балигарь Это просто душа команды Очень эмоциональный Переживает абсолютно за все Характер То есть его главная черта Это его характер Он бьется, он сражается Он на поле просто отдастся до конца Причем будут ситуации, когда и не надо было этого делать Он все равно туда побежал Он полез в этот условный футбольный замес Он поломал всех Себя, соперников, партнеров Просто Вот это Андрюха Балигарь И он настоящий бомбардир Ему, наверное, где-то в большом футболе не хватило Именно веры в себя, я думаю Вот веры в себя И у него была бы классная карьера Я когда смотрю на него, как он играет Видишь, это очень сильный футболист Которому где-то в голове вот Что-то должно щелкнуть Чтобы он сказал себе я лучший И тогда вообще все получится Нет, конечно, я думаю Каждый в команде у нас максималист Победа это самое главное Ну, для этого выходим на поле Куда Но все равно мое мнение всегда Должны выиграть Я Балигарь Андрей Игрок Авангард ТВ ПМР Я нападающий Жесткий, быстрый, агрессивный игрок Грязный, можно сказать В каких-то моментах Ну, такие игроки тоже должны быть Как-никак Я думаю Без таких и Футбола не будет Иногда игры такие бывают Что нужен и грязный футбол Только и в грязной выигрываешь Так что Ты жесткий игрок У тебя есть момент, за который Тебе уже стыдно И понимаешь, что Что-то ты переборщил бы И хотел бы извиниться Перед футболистом Либо там что-то сказать ему Слушай, мужик, это есть игра Ну да, это было давненько Это не в Авангарде было Это я играл за Сирец Каушана по Лиге Б Тогда Тигину Командой с ней стало вообще Мы перешли туда У нас там, как и знакомые Тоже парни И играли И был один момент Я себя потом винил Я неделю вспоминал Ну, стыдно было, конечно И за парня Не нанес, конечно, травму Но судья спровоцировал Тем, что Пришлось Парень кусал, кусал Бил по ногам И в итоге я упал И на нем там Чуток я его прижал Коленом Но я Не почувствовал Что там что-то хрустнуло Но он лежал И скоро приехал Но это было грустно, конечно Это Неправильно так делать нельзя И никогда И не советую молодежи Как-то надо себя держать В рамках Я думал Последние, может, года два Я где-то начал сдерживать себя У меня были эти Выходки Грязные Но Это неправильно Это не Футболь не должно Это не красота футбола Так что Да 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 Знаешь, я Давно хотел тебе сказать об этом Секунду Выходи за меня Где они? Здравствуйте Милый, я здесь Ой Виво Оптика Сделай правильный выбор И снова Олег Китурага И снова Олег Китурага Есть лиги разные Есть ветеранские лиги И тоже Знаешь, вот мы смотрим Даже сока Сока по ветеранам есть И как бы они тоже все Очень даже смотрятся В хорошей форме И наша команда И я конкретно Еще не такие, конечно Старпиоры, блин Но Давно получается С 99-го года Как мальчикам Отдали Вот пошел Получается в 12 лет И вот Очень давно В футболе Это был Правильный ход Отдать тебя Мальчикам Футбол Знаешь, я думаю Что Скорее всего Да Я же вообще Меня забрали Можно сказать Футбол Потому что Я вообще Как бы акробат И очень даже Подавал хорошие надежды Наши тренера Бендерские Полгода Звонили Моему тренеру Первому Получается Футболе И просили Обратно Отдайте Отдайте Мальчика Ну вот Не знаю Почему-то Мне очень хотелось Все-таки Остаться в футболе Еще вот тогда Ребенком Женя Цуверенко Настоящий В хорошем смысле Актер На поле Может быть Немножко в жизни Забивает невероятные голы Про него всегда говорят Что из хорошей ситуации Он сделает плохую Запорит 100% момент А из абсолютно невероятной ситуации Вот возьмет И забьет гол Как пяткой Он забил вот сейчас Динамису Пяткой забил Вообще Великолепно Соглашусь с тобой Что это шанс Конечно Все-таки себя Чуть-чуть показать И знаешь И не только себя показать Может быть даже Показать вообще Авангард наш И нашу команду И что все-таки И что все-таки Команда у нас интересная На данный момент Я хочу сказать Что Уже Мы очень близко К такому понятию Как семья Что А вообще Какая у вас Это для участие В нашей лиге Удовольствие Не будет еще Я работаю А Ну Конечно Будет он работать И помогать нам Я думаю Ну В первую очередь Для того чтобы Вернуться в авангард Нужно сначала Изобрести машину времени Откатить на лет 10 назад Ну или эликсир молодости Тоже где-то В этих же пределах А вообще Нужно решить Вопрос со здоровьем И я думаю Что все может быть Все возможно Жить без авангарда Это очень тяжело Тяжело Смотреть со стороны Переживать Это еще хуже На поле не такие Переживания Как за пределами Это просто Нереально тяжко Когда авангарду Понабился вратарь Ребята меня знали И позвали в команду Я с удовольствием согласился Помочь команде Авангард Да я знал Слышал Следил Смотрел матч Они тогда по-моему Только начинали Они были в Лиге С А я уже играл По мини-футболу За локомотив Вот Я отыграл сезон За локомотив И меня позвали в авангард В авангард Меня пригласил Александр Хадыкин Меня руководство просмотрело играть Ну ты подходишь Как бы И уже начал с этого года Играть за авангард Мне комфортно Мне удобно Все свои С кем играл раньше И Сразу влился И пошло и поехало Прямо именно влился Да Правильный глагол Да Сколько калитров влился Чтобы влиться в авангард Ну это историю Маш Это я не буду Вот я знаю Что Леша Дызов Он с такой непростой судьбой И много у него в жизни было проблем Ну пожалуйста Вот он в футболе Вот он в авангарде Он и в большой футбол Продолжает играть Человек Настоящий капитан Настоящий лидер Ведет за собой на поле Ну В чем твоя функция на поле? Я защитник И Меня так воспитали Не уступать Не ты Так тебя Я это правило запомнил И я Себе его всегда повторяю Потому что А соперник Не прощает Это Это сразу Прошли по голеностопам По коленям И Все В больницу То есть Я не уступаю В этом плане Принцип не уступать И Принцип не ты Так тебя Это ты и в жизни представляешь Или только на поле? Да Да Я стараюсь Да Ты жесткий отец? Если жена Посмотрит это То Она сразу скажет Да Наверное я тоже скажу Да Я жесткий отец Ну а Из футбола в семью Ты Отец? Муж? Или по кольцу? Конечно У меня трое деток И наконец-то Родилась Девочка Дочка Вот Годик совсем с лишним назад И я Конечно Вот уже стал На самом деле Счастливым человеком Не даром Овечкин Какая мечта Две мечты осталось Это Как он сказал Это золото Олимпиады И доченька У нас Изначально знакомство было Она знала С кем она Имеет дело С футболистом А потом Когда уже начинали Более серьезно Я объяснил Там нету никаких граней Семья Или футбол Даже Рядом ставить Ни в коем случае Тут Она знает Что нельзя Таких вопросов задавать Потому что Можно услышать Неприятный ответ Да? Ну конечно Тяжело мне Холост 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 Да Еще пока Не деток Пока нету Вот это Поражение Самое такое Хочется уже Пора Не молодею Как минимум Даже паспорт Не заглядываю туда Не надо Циферки прибавляют Да Ничего Ничего Я думаю Что еще Все впереди Все будет нормально Я расскажу тебе в стиле хип-хопа Как зарождалось движение сока Лучшие парни из каждой страны Начали мериться тем, чем сильны Здесь ты покажешь, на что ты способен Здесь все увидят, чем ты так особен Что ты и где ты, не важно сегодня Не будет главное Что ж Что это бьется на пуля Надо забивать Надо побеждать Надо побеждать Нужна победа Брат Мы будем все кричать Ох Какая красота! И снова Олег Китурагин! Как настраиваюсь на игру, я, конечно, провожу сначала с ребенком, с женой время перед этим. По максималке стараюсь, потому что я буду пропадать целый день. Она понимает, что мало времени буду с ними в этот день. Собираю сумку, лично я. Жена не дотрагивается ни до одной вещи. Очень аккуратно складываю. И сверху обязательно должно быть у меня гель для душа и полотенце сверху, а не снизу. Не знаю почему, но так я решил уже давно об этом. Вообще в нашей команде важна поддержка наших коллег. Когда мы приезжаем на работу, только хорошие, вижу улыбки, эмоции от них, то, что они болели, и они гордые нами. Это наш друг Евгений Аврамов, который болеет за «Авангард» уже несколько лет. Он самый громкий у нас. Да, я сегодня заводила, запевала. Прекрасная атмосфера на поле и прекрасная атмосфера здесь, среди болельщиков. Помогает нам в этом барабан и вся наша команда, которая царит чудеса. Мы победим! У нас барабаны, у нас речетки, у нас баннеры. У меня голос уже сел. Я кричала команде, чтобы подбодрить их, чтобы их вперед гнать. Скажу так, мы пока... Опасный момент. Мы пока только-только начинаем свое движение. Да, команда существует уже несколько лет. Но вот такого вот выезда в другой город на своей команде, это впервые для нас. Первый такой опыт. И я надеюсь, что это будет не последнее, что наше фан-движение будет только расти. Я надеюсь, что у нас будет все больше и больше. И мы всех приглашаем болеть за «Авангард». Как ты, Андрей, переносишь проигрыш? Вот сейчас вы... Ну, не то, что проиграли. Вы сыграли в пятницу. И пока один гол, к сожалению, у нас все-таки разница. Как ты это переносишь? Ну, я сразу с поля ушел. Потом, конечно, это было неправильно. Я развернулся, пошел к нашим зрителям. Понял, что это косяк мой. Побежал быстренько, отблагодарил, похлопал. Потому что приехали все равно наши болельщики. Болеть за нас. И после работы, так же, как и мы, это тяжковато, конечно, для них и для нас. Ну, я вернулся. И как его... Я думаю, облагодарил их аплодисментами. Ну, проигрыш для меня – это такое некое состояние, некий транс. После проигрыша всегда не тяжело выходить после этого состояния. Пару дней я вялый, я анализирую игры. После любого поражения чувствую чувство вины. Если вот даже, к примеру, далеко не ходить, в прошлую игру с «Динамисом». Я приехал домой, я не мог уснуть. Я вворочался, я прокручивал эти моменты у себя в голове. Есть чувство вины небольшое. Но, с другой стороны, поражение я рассматриваю как часть небольшого прогресса. Потому что поражение, оно указывает на твои ошибки, а на ошибках мы учимся. Тяжело, конечно, оно переживается, эти поражения. Ну, для меня, по крайней мере, точно. Ты близко принимаешь, да, к сердцу? Да, оно у меня так откладывается. И я не особо эмоции свои показываю, но у меня внутри кипит, конечно. Ну, первую игру мы выиграли, а вторую проиграли. Ну, так было. Вторая игра вроде получше была, но проиграли, к сожалению. Не хватило нас. Ты когда выходил со стадиона, ты вот что сказал? Я считаю, что это моя ошибка. Не Антона, не Ча моя. Беру на себя ответственность. Как бы, говорит, это досадный. Ну, ничего, делаем выгоды и идем дальше играть. Почему ты себя обвиняешь? Ну, я по футбольному моменту, как бы, вспоминаю, как он был. Мое ощущение было, что я не прав был. Тогда мне надо было немного по-другому сыграть в этом моменте. Ну, беру полностью на себя эту ошибку и поражение. Прошу прощения с всей командой своей, что я не прав был в этом моменте. Я очень тяжело переживаю проигрыши. Я даже скажу, я просто тяжело переживаю даже победы, в которых мне не понравилось, как команда играла. Поражение это все, это бессонная ночь обязательно. Как бы там что ни происходило, это бессонная ночь. Если бы вы зашли в раздевалку после поражения, да вы все поняли, что там творится. Нам не нужно дополнительных слов. Они сами говорят себе все то, что надо, а может быть и не надо говорить. Многие не могут долго отпустить поражение. Хотя говорят, надо отпускать. Как вратарю нужно всегда отпускать, пропустил, да и черт с ним. Надо продолжать играть. Ошибся, ничего страшного. Многие не умеют отпускать, я сам не умею отпускать поражение. Но мне там можно, а команде, наверное, нельзя. Нужно идти вперед. Все равно осадок есть. И все равно он будет длиться до игры, пока мы с ней зайдем в раздевалку. И на следующем матче, и пока мы с ней растрясемся все вместе, увидим эти лица с того, что будут заряжены. И там самое главное, на одного Серегу Узу, на посмотреть Узика, там по лицу все понятно, что надо брать виллы и выходить там. Не, молодец, он как мотиватор. В этом плане, как к кому подходит человек. Вот и мне именно такой мотиватор, он красавчик, конечно, парень. И на самом деле я такой неуступчивый, упертый, может быть, футболист. Как говорится, кому-то, может быть, нравится мой стиль футбола, кому-то нет. Но я на самом деле такой жесткий, но в пределах правил. Жесткий пределах правил. Десять лет ты не играл, правильно? Ну, больше даже, чем десять. А где ты был чем-то ремонт? Я работал, я получил, когда играл профессионально, я получил серьезную травму, разрыв крестообразной связки. И я очень много пропустил в футболе, и именно из-за этого я соскучился по футболу. Да, порядка где-то 15 лет я не играл в футбол вообще. 15 лет. Да, то есть когда меня пригласили в Авангард, я просто с большим удовольствием принял это предложение. Мне ребята поддержали меня. Хотя возраст уже такой ветеранский, но я его принял и очень рад этому. Коллектив, в первую очередь, меня поддерживает. И я обожаю ребят, с кем играем. То есть у нас вообще с этим проблем нет. Артур Спын, он настоящий профессор просто на поле. С хорошим пасом, чувствует игру. Очень умный футболист. У нас вообще умных футболистов в команде много. Витя Носенко тоже большая карьера была. Играл за Зимбру. Вот пенальти забил в игре с Динамисом. Очень опытный футболист. Тоже мне очень нравится, как себя ведет. Подскажет, лишнее слово не скажет. Такой, даже вне зависимости от возраста, такой наставник для всех. Вот это вот спокойствие, которое всем передается. Вот это про него. Миша Абрашин. Это просто красавчик. Миша Абрашин – это супертехнарь. Все те, кто у нас играет, играют с удовольствием. Это самое главное. У нас создана невероятная атмосфера в команде. Когда ребята предлагают кого-то в команду, вот есть кандидат. Есть человек, который мог бы их брать за авангард ТВ ПМР. Знаете, что я всегда спрашиваю? Какой он как человек? Это должен быть хороший человек, который вольется в коллектив. Который не будет себя ставить выше коллектива. Который будет абсолютно командным игроком. Это командная абсолютно игра. То есть, что бы там ни говорили про индивидуальность в футболе. Ну, понимаете, Кристиану, Роналду и Месси – они хороши тем, что они командные игроки. Надо победить всем вместе. Нельзя выиграть одному, можно победить всем. Это уже главная прелесть футбола. Тот человек, который двигается вперед, который придает импульс команде, причем вкладывая душу, я думаю, что ждет будущее блестящее. То есть, это благодаря только нашему президенту, руководителю команды. Ну, как я понял, что руководство хочет, чтобы клуб формировался и развивался. Ну, помню, были моменты, когда только футбол начинался. Этот авангард вообще, команда остановилась. И когда он где-то с нами в команде, иногда шутили для него. Это дико, он не понимал, шутка это или это всерьез мы говорим. Два-три года он уже все. И может подержать в этом плане разговоры и пошутить так же уже. И видим, выскакивает в него. Это классно вообще. Ну, лично в моем сердце, каждый из игроков авангарда, те, кто были с нами и есть сейчас, они навсегда. То есть, это часть этой команды. Как много бы они не играли, насколько бы успешно они не играли, сколько времени не провели бы они на поле, каждый из них внес себя, внес частичку себя в эту команду. Не отдает этому свою душу на самом деле. Ну, по лицам там на самом деле все видно. После поражений, когда полное опустошение. То есть, сегодня ничего важнее, чем это условное поражение, неудача не было. А завтра ничего важнее не будет, чем победа. А футбол состоит из побед и поражений. Как жизнь. Победа, поражения, они сменяют друг друга. Мы хотим остановиться на этой точке, там, где в финале будет победа. Важно сделать так, чтобы не было стыдно за то время, которое человек провел на поле. Чтобы он, анализируя, а сделал ли я все, что мог, чтобы он себе на этот вопрос всегда отвечал «да». В жизни, как и в футболе. Просто футбол – это такая концентрированная жизнь. Она вот концентрирована в этом вот прямоугольнике. Она в эту секунду, она заключается прямо там. Вот в этом весь секрет. То есть, почему футбол так популярен, почему к нему тянется. В этот момент вся жизнь только там. Ничего больше, ничего вокруг нет. И над всем этим, что реет, там написано «Авангард ТВ ПМР». Что, блядь, там дыр есть, все страхуют. Тема! Адрите, да! Да, да, да. Все, все. Субтитры создавал DimaTorzok